Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая, канал о вязании, обо всем, что связано с вязанием. И сегодня у нас заканчивается рандомная неделя, и я хочу подвести некие итоги этой недели. Но еще мне нужно ответить на вопрос Елены Бугановой, потому что я второй день объединила с третьим. И показала там то, что я делала во второй день, но на вопросы я не отвечала. Сегодня давайте начну с ответа на вопрос. Звучал он следующим образом. Сейчас, секунду. На что вы потратили или собираетесь потратить, когда включат монетизацию? Свою первую зарплату на ютубе. Но я завела канал совершенно, наверное, я не могу сказать случайно, но вот я не могу сказать о том, что я хотела, я думала, я планировала, нет, я смотрела девочек на канале вязальщиц, и мне это все так нравилось, и думаю, дай-ка я попробую. И завела канал. Вот так вот просто раз и завела. У меня включена монетизация, у меня там капают уже денежки какие-то, но, честно говоря, на что я их потрачу, я даже не задумывалась. Вот я слушала девочек, какие-то есть планы, кто-то там купит пряжу, кто-то купит какие-то там, я не знаю, кто-то потратит на семью. Ну вот по-разному, да? А у меня, я даже не задумываясь, на что я потрачу, у меня даже в мыслях не было, что я потрачу какие-то деньги, которые откуда-то на меня капают. Знаете, когда включилась монетизация, вернее, когда набралось тысячу подписчиков, я даже не знала. Я знала, там у меня было, допустим, 997, и я в этот день собиралась на работу, уже была готова выйти, и тут мне пришло сообщение в WhatsApp, Аня Полозняк мне пишет, поздравляю. Я отвечаю, Ань, с чем ты меня поздравляешь? Она мне пишет, с тысячу подписчиков. Вы знаете, я не поверила, что у меня уже тысячу подписчиков. Вот вдруг, хоп, и тысячу подписчиков. Вот так же я и зарплата на ютубе, как бы не совсем ее представляю, что она вдруг мне капнет. Может быть, потому что у меня есть другая зарплата, и это, ну, очень уж долго ее ждать. А если она все-таки капнет, на что я потрачу? Может быть, действительно, на какую-то пряжу. Но какую-то пряжу... На какой-то такой супер-супер, вот все деньги возьму и на эту пряжу бухну, и буду счастливой и довольной. Не знаю. Инструменты мне покупать не нужно. Что мне еще нужно? А может быть, что-то такое... Наверное, все-таки я куплю какую-то такую пряжу, вот, которую, ну, которая вдруг мне очень понравится на тот момент. И я возьму и все деньги вложу в эту пряжу. Такое может быть вполне. А потом, знаете, еще я вот думаю, ой, надо вот так сделать, вот я и это хочу, и это хочу. А потом, когда что-то начинаю делать, делаю совершенно другое. Это я сейчас так говорю, а там, кто его знает, может быть, получится, что я хоп, и еще какие-нибудь спицы себе прикуплю. За какую-то там очень дешевую цену. Поэтому, ну, давайте остановимся на пряже. На какой-то там супер-супер пряжи, без которой жить не смогу. Вот такой вот небольшой ответ. И хочу показать то, что я планировала повязать в этой неделе рандомные. И начнем мы с первого номера. Первым номером у меня плед. Я его повязала совсем чуть-чуть. А вот, честно говоря, мне так нехорошо было всю неделю, что сил вот на вязание вообще не было. Вчера совсем мало повязала. Не знаю, когда у меня отойдет эта болезнь от меня. Так, я всегда так, когда у меня бронхит, я всегда так тяжко переношу. Это долго, ну, долго, в общем-то, конечно, уже неделя вторая. Это долго очень. Мне так кажется, я не знаю, как он протекает. Бронхит у других, но у меня это очень долго. Так, ну ладно, не будем о грустном. Вот такой кусочек я провязала. Здесь, наверное, сантиметр четыре я провязала всего лишь навсего. Вот, это у меня плед. Первый номер. Я его особо не двигала. Ну, конечно, хотелось бы побольше провязать, но не получилось. Свитер мой. Свитер мой у меня в такой сумочке проектной я показывала. Свитер я подвигала. Все подвигала, но все подвигала по чуть-чуть. Вот такой вот кусочек я провязала. Что это здесь за ниточка торчит? Вот, надо ее туда убрать. И самую большую работу я сделала для этого свитера. Я показывала, что у меня две нитки, потому что я уже один связала, одну часть до подрезов и распустила. У меня так и шло две нитки, но одна была длиннее, другая короче. Я это тянула, тянула, не выдержала моя душа. Я взяла их, размотала и вот так вот сделала клубки. На это тоже очень много времени ушло, но это просто было необходимо, потому что все время перетягивать нитку, это просто тоже невероятно. Ну, вот у меня уже достаточно большой росток, большой, достаточно большой реглан. Давайте мы сейчас измерим, сколько мне его еще провязать. Ой, простите, ради бога. Так, сейчас, секунду. Сейчас мы его измерим. По-моему, 19 сантиметров. Да, я его не вязала, 18 сантиметров. Но еще, наверное, сантиметра 4 я провяжу. И буду отделять рукава от тела. Так, это мой свитер. Убираем. Так, следующая кофточка для персика. Я тоже, я вообще ее не вязала. Вот как я остановилась на этом кусочке, так я остановилась. Потому что я буду, 26 числа мне привезут персика. Я померяю и дальше буду продвигать его. Так, пинеточки. Пинеточки у меня связаны. А ниточки надо будет убрать. Я не убрала ниточки. Что-то я их положила в сторону и про них забыла. Положу я вот сюда. Вот так вот. Чтобы они у меня были на глазах. Убрать ниточки, постирать. Придать им форму. И уже можно дарить мне. Так, жилетку, жилетку для мастер-класса я тоже не двигала. Я в этот раз вообще очень мало вязала. Очень мало. Ну, чуть-чуть повязала, но очень мало. И единственное, что я подвигала вот вчера, это вот этот плед. Мне очень хотелось его подвигать. Во-первых, я его переделала. Я говорила... Ой, ручка упала. Во-первых, я говорила о том, что мне не нравится вот это соединение. Но я распусти... В общем, у меня была здесь ошибка. Я два квадратика соединила в одно. И вот до сих пор я распустила. У меня было связано... Так, здесь 14 квадратов. У меня было связано 9, по-моему, или 10 уже. Я распустила до сих пор, потому что здесь была ошибка. И вот отсюда начала вязать заново. И вот это сейчас соединение мне больше нравится, чем было прошлое. Здесь, ну, знаете что? Все-таки получается вот этот квадрат больше, чем красный. Чем вот этот рыжий. Вот это... Да что ж такое? У меня ручки тут падают. Вот эта пряжа, она вроде не толще, вроде одинаковая по толщине. Вот посмотрите, видите? Но почему-то она, видно, вот эта вот, она более плотная. Это порыхлее. Значит, я даже не знаю. Наверное, над этим квадратом мне надо будет вязать такой же, из такой же пряжи. Потому что вот здесь пойдет теперь желтый квадрат. Вот так. Вообще было бы хорошо вот так его пустить, но... А сюда какой-нибудь другой цвет, но я не знаю. А поменьше, если взять квадратов, количество квадратов, то здесь не хватит. Вот так. Чтобы они были одинаковые по количеству квадратов, по ширине. У меня два квадрата лишних. Если я здесь возьму два, не буду вот эти два брать, то здесь у меня он будет вот такой. Короче, не знаю что, но мне это все очень нравится. Вот, я закончу. Уже начинаю вот этот квадрат. Подходит к завершению. Довяжу угол и начну привязывать квадрат сюда. Так, ну вот, наверное, и все, что я хотела вам показать. Больше у меня ничего. А, собственно, закончились все процессы, те шесть, которые я брала с собой в этот рандом. А что хочу сказать? Хочу сказать, что когда болеешь, что действительно нужно болеть, а не заниматься всеми подряд делами, которыми ты планировал, когда был здоровый. Но ничего, это все. Болезнь закончится, болезнь пройдет. И будем вязать. И у нас все обязательно получится. Спасибо большое за то, что вы пришли на мой канал. За то, что вы меня поддерживаете. За то, что вы смотрите, смотрите мое видео, пишите комментарии. Спасибо вам большое. И ссылочки на девочек всех я оставлю в инфобоксе, поэтому проходите, смотрите девочек поддерживайте их тоже. Они очень старались. Я, к сожалению, еще не всех смотрела девочек. У меня просто вот сейчас надо идти на работу. У меня, честно говоря, нет никаких сил. И больничный сейчас я брать просто не имею права. Потому что, ну, очень серьезная проблема. И этой проблемой занимаюсь только я. Поэтому тут хочешь, не хочешь, иди на работу и делай, потому что... Ну, потому что все. Не буду говорить ни о чем. Все серьезно. И надо доводить дело до конца. Ну, вот и все. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в следующем видео. А если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь, пожалуйста. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новое видео. Берегите свое здоровье. Это самое главное. До новых встреч. Всем пока-пока.